Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. И это видео о том, что съела моя кожа за январь. Скоро уже февраль, и довольно много баночек у меня пустых накопилось, поэтому я хочу вам все рассказать. Считаю такие видео очень информативными, потому что окончательный вердик средств вам можно вынести, только когда вы их полностью использовали. Ну и сразу же хочу сказать, что, конечно же, если что-то мне лично не подошло или не понравилось, просто по моему типу кожи или по моим личным ощущениям, кожа у меня чувствительная, смешанная, склонная к сухости в зоне щек, и в зоне Т немного склонная к жирности, возрастная, мне 44 года, поэтому, девушки, делайте, пожалуйста, сами свой вывод. Не значит, что не подойдет вам то, что не подошло мне. Давайте начнем. Первое, что я хочу показать, мне очень нравятся пенки с улиточным муцином, которые необходимо взбивать вот такой вот сеточкой. Я вам показывала, как я это делаю в своем ежедневном умывании. Такие пенки, которые пенятся, я использую исключительно сейчас, по крайней мере в холодное время, дабы свою кожу не сушить еще сильнее, хотя они, в принципе, не сушащие. Я использую только вечером, а утром я использую немножко другие кремообразные вещества. Вот эта прекрасная пенка от The Seam, Seam, Seam. Это корейская компания, однако пенки не так часто можно их встретить. Мне удалось их прикупить в каком-то магазине с не очень большим сроком годности, поэтому я просто срочно их использовала. Надо сказать, что с большим удовольствием, но, однако, на Herb, там, где я покупаю сейчас очень-очень много товаров, в основном по уходу, ну, также и питание, в том числе, и, конечно же, витамины, есть очень-очень похожее средство умывания. Такое вот кремообразное, очень похожее, знаете, на что? На крем для бритья, вот такое густое оно. Очень похожее средство есть от Mizone. Я оставлю вам ссылочку, вот чтобы вы не мучились, просто не искали вот такую литочную пенку. Пожалуйста, посмотрите, они абсолютно однотипные, и Mizone даже дешевле, чем в Seam. Вот здесь описание, и под кнопочкой еще будет весь список продуктов, которые я сегодня показываю, ну, по крайней мере, ссылки на те, которые я бы рекомендовала вам попробовать. Следуем по логике очищения лица. Крымская цветочная вода розы от Spivak. Надо сказать, что мне нравится косметика Spivak. Несколько вариантов я вам показывала. Это очень-очень бюджетная косметика. Вообще непонятно, как они с такими ценами существуют на рынке, но тем не менее, я очень рада, что она дешевая, эта косметика. Что-то сто с чем-то стоит вот такой вот бутылечек воды. К нему прилагался еще разбрызгиватель. То есть сюда прям вставляется, как он называется, полиферизатор. И, соответственно, после того, как я умылась, я наносила его на лицо, иногда просто на руку, и потом разносила на лицо, для того, чтобы улучшить впитываемость всех дальнейших средств, которые я потом наношу. Очень приятный аромат. Это натуральный гидролат, не уступает абсолютно ни одному из тоников, однако хранить вот такие средства лучше всего в холодильнике. Ну и потом, в принципе, приятно, когда на лице прохладная водичка. Особенно утром. Использовала каждый день перед макияжем, после нанесения макияжа. Кстати говоря, можно в качестве закрепителя использовать, ну, как бы прибивателя пудры, я бы так сказала, чтобы удалить перепудренность и освежить лицо. Вот, кстати, хороший вариант и бюджетный. Ну, если, конечно же, мелкие-мелкие распырители, чтобы потом просто не было больших капель на лице. Так что, да, сейчас у меня есть еще и другие водички, и я с удовольствием их использую. Вилента тоник у меня закончился. Это российская компания. Здесь лосьон для лица очищающий с фруктовыми кислотами. Это AHA кислоты, которые делают такое вот легкое отшелушивание, ну, не сильное, естественно, тоник очень-очень бюджетный. Ну, такое, в принципе, успокаивает, тонизирует. Я не заметила каких-то ощущений, прям таких, что там кислоты. У меня не щипалось абсолютно на лице ничего. Я такого не чувствовала. Скорее, это больше такой тонизирующий эффект. Он оказывает, ну, просто очень бюджетное средство. В принципе, неплохое. Те, кто хочет попробовать что-то с кислотами, как-то немножко приучить свое лицо, я бы рекомендовала попробовать. Следующее средство потрясающее. Вот V-косметика. Просто странно, что на мне так хорошо работает натуральная косметика. В принципе, у меня обнаружилось несколько лет назад аллергия. Причем на киви, то есть это фрукты. И я как-то, честно говоря, волновалась, как будет на мне работать натуральная косметика. Но нет, Новосибирск, V-косметика, прекрасное средство. Вот это для сухой чувствительной кожи, обезвоженное в том числе. Это их серия Грини. Это ягодный шейк-тоник. Ну, аромат у него, конечно, прям абсолютно компотика. Ну, прям такого вареного компотика. Здесь ягоды, фрукты. Вот прям такой натуральный, натуральный состав. Держала, опять же, в холодильнике. Ограниченные сроки годности. Но в компании V-косметика всегда есть вот такая вот наклеечка. Они прям молодцы в этом плане. То есть легко понять, когда необходимо использовать. В год они живут вот эти вот средства натуральные. И год они живут в холодильнике. В открытом состоянии, естественно, столько же, сколько и в закрытом. После умывания пшикала с этим тоником шейком. И дальше уже наносила крем там же из холодильника. Я рассказывала вам, где я храню утренний уход натуральный. Просто для того, чтобы точно уже не забывать, не оставлять свою кожу обезвоженной. И у меня неприятное ощущение, когда я умылась и долго ничего не нанесла. Ну, просто это вот так чувствует себя взрастная кожа, склонная к сухости. Это нормально. Девочки, у кого жирная кожа, вам, наверное, не понять. Вы, может быть, можете долго довольно не наносить никакие увлажнители. Но нет, я так не могу себе позволить. Поэтому вот такие вот средства живут у меня в холодильнике. Да, я, в принципе, готова заказать еще. Сейчас у меня довольно много тоников. Но когда закончится, я обязательно закажу. Далее, после тоников я наношу сыворотки. У меня закончились две сыворотки, которые я приобретала на iHerb. Это, обратите внимание, да, уже произношу не iHerb, а iHerb. Чуть-чуть хе уже скрываю. Просто, чтобы вы привыкли к правильному названию. Американцы, англичане говорят iHerb. Это пикногенол. Вот такая вот сыворотка. Очень бюджетная, очень часто они в распродажах, в пробных товарах. Вот она в такой упаковочке, потому что она, знаете, такая гелеобразная, довольно густая. Но она прям расходится моментально, в водичку превращается. И вот эта сыворотка, это серум, да, называется пикногенол. А пикногенол – это то вещество, которое увеличивает сопротивляемость свободным радикалам. И накапливаясь, то есть оно имеет свойство накапливаться, не пугайтесь, оно полезное, этот пикногенол. И такой иммунитет дает коже, и оно меньше стареет. То есть пикногенол – это очень-очень полезное для кожи вещество. Поэтому, если вы видите что-то с пикногенолом, пробуйте. Пробуйте, мне очень понравилось. Прекрасно, прям такая тающая текстура. Наношу я такие средства на тоник сверху, тонким слоем, на зону шель декольта в том числе. И под глаза тоже. В принципе, сыворотки я наношу под глаза, если, конечно, они не кислотные. Да, мне понравилось. И стоила она прям совсем бюджетно для такого элемента, как пикногенол. Очень-очень дешево. Заходите обязательно в раздел пробных товаров и скидок на iHerb. Это очень-очень выгодные предложения. Буду заказывать еще эту сыворотку. Это Derma-E. Закончилась у меня, к сожалению. Это Deep Recal Serum с пептидами. Объемы в Derma-E, надо сказать, прям хорошие. Многие компании производят вот такие вот сыворотки в 30 мл. Здесь же 60 мл. И стоимость очень-очень хорошая, бюджетная. И, кстати говоря, как ни странно, очень часто на эту линейку бывают еще и скидки. Я просто удивлена, потому что Derma-E на других сайтах, в отличие от iHerb, продается, ну, в 3-4 раза дороже. Я сделала для вас сравнение цен с сайта iHerb и вот конкретно каких-то сайтов, которые доступны, ну, по крайней мере, у нас в России, в Москве, в частности, с доставкой. Это просто ужас, какие разницы цен. Вот здесь самая-самая выгодная цена на iHerb. Что делает эта сыворотка? Пептиды. Я вам рассказывала не раз, для тех, кто первый раз сегодня со мной. Повторю вкратце, что пептиды – это транспортировщики всех полезных веществ. Поэтому, если вы наносите вот такую сыворотку, даже если в ней, кроме пептидов, не так много веществ, да, то есть какой-то переносчик есть пептиды, и дальше вы уже наносите какие-то кремы, то далее ваши кремы будут шикарно впитываться, глубже уходить на более глубокие слои и будут работать просто в 2-3 раза сильнее. То есть вы будете просто видеть более явный эффект. Поэтому пептиды, как и пикногенол, который я только что вам показывала, это очень-очень полезные элементы. Особенно девушке с такой вот возрастной кожей после 40-35, обратите на это внимание. Это прям ваше. Ви-косметика. Две сыворотки у меня закончились, но на самом деле на каждой из них написано крем, но они настолько жиденькие, что для меня это сыворотки. Я наносила просто на все лицо и на зону шеи декольте. И здесь по 25 мл. Замечательные сыворотки. Одна из бифидокосметики. Это серия их с бактериями. Очень натуральные составы. Эта натуральная косметика хранится в холодильниках не более года. Крем у меня прям очень нравится. Очень. Он такой прям простенький. Вот по виду. Но у них сумасшедшие составы. Они настолько бюджетные. Они настолько хорошо впитываются. И если вам не нравятся кремы натуральные из-за того, что остается пленочка, потом просто протирайте тоником. Я не раз вам уже говорила, я так делаю. Но вот эти вот средства, они вообще замечательные. Вот она вторая серия Ви-косметика. Это уже кофе-три серия. Конечно, эти средства не для жирной, супер жирной кожи. Может быть, их нужно, ну, совсем тогда несколько капелек, потому что они очень питательные. Вот так прям хорошо увлажняют, прям сильно-сильно питают. Я не могу сказать, что они оказывают какой-то сильный антивозрастной эффект, но именно питательные. По крайней мере, моя кожа не сохла. Я чувствовала себя прекрасно весь оставшийся день. Вот это ванилия айс-крим. Я несколько раз вам его показывала. Герой почти всех моих видео о том, что съела моя кожа. Вот теперь к нему еще присоединяется второй любимчик, потому что это очень хорошее средство. И советую вам приглядеться к ним. Черный жемчуг. Крем-сыворотка для век. Называется она жидкий коллаген. Рассказывала вам о том, что, в принципе, очень похожие средства, очень-очень бюджетные, вызывают у меня такое легкое сжение глаз. Не ждите, несмотря на то, что здесь написано 46+. Нет, это просто хорошее увлажнение. Носила его с собой везде. Даже использовала для губ и носила, носила. Фитнес-клуб носила. Да, ну просто потому, что он легенький такой. Но он довольно быстро у меня закончился. Клеточные протеины он называется. Но нет, нет, я не увидела ничего такого, кроме увлажнения. Индика, компания Викосметика, Новосибирск. Я уже говорила вам сегодня. Они антикуперозная сыворотка. Как антикуперозная, она не работает. Но как хорошая, питательная, увлажняющая, такая базовая сыворотка, на которую хорошо бы нанести крем. Состав убийственно потрясающий, вкусный. Аромат приятный. Хотя такой немножечко, знаете, на что похожий? Немножко похожий... Ой, ну, испачкала. На салат, да. Здесь, потому что абсолютно натуральные вещества. И всякие петрушка. Ну, вы знаете, да, все, что антикуперозное. То есть, прям буквально пахнет такой свежей зеленью со сметанкой. Кому не нравятся такие натуральные ароматы, вы, конечно, вряд ли сможете этим пользоваться. Потому что аромат довольно долго остается на коже. Но я нормально отношусь. Тем более, что я вижу потом результат, насколько напитанная кожа. Это порой мне даже важнее, чем какая-то подтяжка, какой-то лифтинг, какое-то осветление. Для меня это очень важно, потому что у меня склонная к сухой кожи. Очень много у меня натуральной косметики закончилось. Да, вы, наверное, уже видели мое. Мой ролик по поводу того, что я обнаружила у себя... Ну, как обнаружила? Конечно, я знала, что у меня там залежи косметики. А натуральные в холодильнике так много я заказывала. Просто обрадовалась, что наша российская косметика настолько бюджетная. И, конечно, немножко переборщила. Потом еще они со мной связались. Еще 4 средства мне подарили. У меня как-то так очень много всего образовалось. И уже сроки годности поджимали. То есть, уже было начало 2018 года, середина 2018 года. То есть, нужно было их быстренько все закончить. Поэтому живут они у меня в холодильнике. И вот так постепенно-постепенно я их заканчиваю. Поскольку я наношу на зону шеи декольте и часто утром просто пробегаю без одежды. Я наношу и на грудь, и на предплечье. Поэтому, конечно, они у меня довольно быстро заканчиваются. Но из-за того, что они остаются в холодильнике, да, это очень удобно. Та же самая серия Coffee Tree, как сыворотку, которую вам только что показывала. Ваниль и айскрим, да. И гель-крем максимальное увлажнение. Лифтинг плюс анти-эйдж. И Мусс Энергетик с лифтинг эффектом Глейз. Энергетические очень хорошие вещества. Вот эти вот средства в баночках чуть дольше впитываются. Вот их я действительно так немножко прихлопываю на тоник, на сыворотку. Уже последним этапом они такой вот масочкой немножко ложатся. Потом проходит какое-то время. Если что-то не впиталось, остаточки я убираю. Вот у этого аромат немножечко Мусс Энергетик с лифтинг эффектом. Похожий на кофе, потому что здесь кофеин. И очень много других веществ, очень полезные. Миндаль, зеленый кофе, какао, шеа, авокадо, кокос. В общем, такой богатый-богатый очень состав. Оба эти крема, знаете, какие-то консистенции. Как взбитые суфле такое, суфле. И оно тает на коже, оно хорошо наносится. Но вот у этого тоже такой салатный аромат, потому что здесь оплепиха, мед, семена льна, сок алоэ, агар-агар, пектин, депантенол, витамины А и Е, гиалуроновая кислота, экстракт мяты, экстракт мать и мачеха, крапивы, корни лопуха, петрушка. Вот поэтому вот здесь такой супернатуральный аромат, немножко, опять же, напоминающий салат какой-то. Поэтому если вы не терпите такие вот натуральные ароматы, то вот такой вот крем вам больше подойдет. Еще раз вот так вот вам их показываю, чтобы вы видели, в чем различие вот у этого аромата салатика, а у этого кофейный. Крем для разглаживания мимических возрастных морщин ночной. Белорусская косметика Белита, насколько я понимаю, даже здесь не указан почему-то на упаковке, но я думаю, что вы его узнаете. Это очень хороший крем, но он базовый, то есть я в него еще добавляла всякие масла для того, чтобы на мне он работал больше как такой питательный, потому что для меня вот его маловато было. Он имел приятную консистенцию, был такой беленький, имел приятный такой косметический, приятный аромат. Матодушка такая немножко фруктовая, хорошая, такая похожая на люксовые какие-то кремы, такие молодежные немножко. Я люблю белорусскую косметику, но как базу, то есть вот прям как эмульсию, в которую я потом еще что-то добавляю. Да, использовала с удовольствием на монозону шеи декольте, мне на грудь с удовольствием. Наносила его на ночь, ну потому что добавляла туда еще масла. Очень хороший крем, говорила вам Шесейда, но из-за того, что он очень дорогой, наверное, больше приобретать не буду, потому что сейчас нашла аналогичный крем с таким же эффектом, он совершенно другой по составу, вот натуральный косметик шоконад. Поэтому, ну, в общем, я показывала вам ролик, кому интересны вот такие вот специальные, я бы так сказала, подтягивающие упругость, восстанавливающие кожу зоны декольте и груди средства, вот это именно такое средство. Aromatic Boost Firming Complex. Ну, в принципе, я уже говорила, да, приятный аромат, конечно, немножко духов аромат, таких тонких, фруктовых, сладковатых. Хороший крем, однако здесь его совершенно немного, здесь 75 мл, конечно, для зоны шеи декольте, я еще на предплечье наносила этого маловато. Несмотря на то, что он жирненький, я как-то старалась его немножко сэкономить, наносила на тоник, но хоть как-то растянуть удовольствие, он, конечно, очень быстро заканчивается. Ребят, я считаю, что вот это мало, конечно, за ту стоимость, которую он стоит, этого мало. Но крем хороший, кто любит люкс, кто любит шоссейда, вот попробуйте, вам понравится, я думаю. Очень бюджетное средство, тоже Mother Labs, сыворотку с пикногенолом я вам только что показывала из этой же компании, оставлю вам ссылочку. Приобретаю я все эти средства на iHerb. Цитрусовый такой микс масла, это сухая технология производства масла, уже мелкие молекулы, которые замечательно быстро-быстро высыхают прямо на коже, питают ее. Носила вот такой с собой фитнес-клоп, это уже не первая моя баночка, я, кстати, вам уже его показывала. Я приобретаю их регулярно, они все время в скидках. Mother Labs это тот самый бренд, который их iHerb продвигает и прям так активно продвигает, поэтому всегда-всегда есть очень доступные цены вот на эту линейку. Оставлю вам все ссылочки в описании. Посмотрите, пожалуйста, возможно, вам тоже нужно вот такое вот средство, когда вы ходите куда-то с детьми даже в бассейн. И после бассейна очень хорошо наносить на все тело, чтобы просто после хлорки не пересыхала кожа. Вот такой вот гиалуроновая кислота, гель 3% из-за аптечной серии. Ну и что я вам хочу сказать, это очень-очень бюджетное средство. Здесь очень крупная молекулярная гиалуроновая кислота, это то, про что я вам говорила. Если нет никаких нанотехнологий, если не бьются молекулы на более мелкие, то они очень плохо впитываются. Он, конечно, лежит масочкой, он такой весь прямо липкий-липкий, здесь всего лишь 3%, но что я с ним делала? Я показывала вам в своих видео, готовим и ухаживаем за собой, когда утром я просто во время приготовления пищи, когда никто никуда не спешит, когда у меня есть суббота, какое-то воскресенье, ну или когда любимые мной люди, для которых я готовлю завтрак, не улетают просто в 7 утра, когда нужно со скоростью света приготовить завтрак, то я готовлю с удовольствием и наношу какие-то масочки. Кстати говоря, напишите, если вас интересуют и дальше такие ролики, я буду для вас их снимать. Я вносила его как элемент в глиняные маски для того, чтобы лицо не пересыхало. Добавляйте вот такие вот средства с гиалуроновой кислотой. Во-первых, у вас не будет глиняная маска с бешеной скоростью засыхать, как камень, да, на лице, но она такая будет подольше немножечко работать на вашем лице, но, по крайней мере, вы успеете котлеты хотя бы перевернуть и не высохните, как дерево, да, как кора у вас не будет на лице. А во-вторых, ну, конечно же, это лучше, чем просто глиняная маска для сухой взрослой кожи. Так, устала сегодня, преподавала, поэтому немножечко вот так вот лягу на подушечку, буду продолжать. Значит, что у меня еще закончилось? Патчи. Использую я их таким образом, то есть иногда просто утром на сухую кожу, иногда утром уже на весь полный уход. Вообще корейцы используют вообще патчи и маски на уход для того, чтобы улучшить впитываемость. Это вот такие вот знаменитые енотики. У меня довольно быстро стали подсыхать, и я поэтому использовала их своим собственным методом экономии. Я их еще раз заправляла. Кто не знает, как это делается, посмотрите, друзья, пожалуйста, мои видео. Не выбрасывайте такие патчи, если по форме они вам подходят. Вот эти мне по форме не очень нравились, вот просто как полумесяц. Они мне не очень подходили. Сейчас я приобрела другие, и они уже такой большой-большой запятой, они перекрывают всю вот эту вот область, и поэтому их я буду с удовольствием долго использовать и заново наполнять, чем посмотрите, пожалуйста, мои видео. Не выбрасывайте, экономьте свои средства. Эти патчи могут жить у вас очень-очень долго, естественно, в холодильнике. Питали и увлажняли кожу неплохо, но недостаточно. Поэтому мой, мне кажется, метод работал лучше. И мое наполнение этих патчей было помощнее. Такие баночки, обратите внимание, кстати говоря, очень здорово подходят под кушаные, под восклицательным знаком, вот здесь, под перевернутым. Если вы на него наведете, у вас все мои подсказки, которые я вам оставляю по темам, о которых говорю, они обязательно появятся. Но если нет, если туда не умещаются, я всегда оставляю в описании какие-то темы, которые вам будут интересны. Вот как сделать кушан, вот такие вот банки, вот видите, очень удобные. Вот действительно их можно потом использовать, поэтому вполне возможно, что баночку-то я не буду пока выкидывать. Такие вот патчи, Pure Skin от Essence, No Strips, называются. Не впечатлилось, моя дочка их использовала, покупала я их или, по-моему, в подарок. Нет, все-таки покупала я их на Beauty Home в заказе. У меня была огромная-огромная посылка, кто хочет посмотреть, там было 35, по-моему, 5 или 6 наименований, всего-всего по 40, что ли, 9 рублей. Вот, значит, вот эти средства я не увидела никакого результата. Я считаю, что все-таки лучше избавляться от черных точек другим способом, каким я снимала ролик, тоже оставлю вам информацию, или здесь, или там. Действительно правильный уход, он избавляет навсегда от черных точек, а не просто поверхностно вот так, тем более, что черные точки не растворяются таким средством. И полностью вы их не вытащите, только вот соскоблите все, что выделяется вот таким бугорком, вполне возможно, что оно прилипнет и как-то вытащится с помощью вот таких полосочек, да, но глубоко внутри вы не сможете ничего сделать. Что ж, друзья, это была первая часть видео о том, что съела моя кожа за январь. Довольно много баночек, поэтому поделю это видео пополам, просто для того, чтобы для вас не было утомительным, чтобы вы могли как-то переварить, сделать выводы. Я жду ваши комментарии. Хочу сказать вам, с удивлением узнала, что оказывается, для того, чтобы канал хорошо, плодотворно развивался, обязательно нужны ваши не просто отклики, но еще и, конечно же, пальчики вверх, вниз любые. Если вам нравится, ставьте пальчик вверх, но что-то ставьте. Просто активность, она в любом случае полезна на канале. Действительно, YouTube в эту сторону уходит, вот в сторону обозначений таких вот бесконечных каких-то. Поэтому, ребята, если вам полезно, если вам нравятся такие видео, обязательно поддерживайте меня. Я просто буду понимать, что мне нужно и дальше снимать такие видео, подробно рассказывать, потому что я хочу приносить вам какую-то пользу. То есть не просто делиться тем, что я купила и что-то использовала. Хотя я еще раз повторюсь, то, что совершенно не работает на мне, может потрясающе работать на вас. Ну вот наши организмы абсолютно разные, вот вроде мы такие похожие, хотим любви, заботы и тепла, все одновременно, но тем не менее у всех кожи настолько бывают разные, настолько совершенно бывают разные ощущения от одних и тех же средств. У кого-то дикая аллергия на натуральную косметику, а у меня вот есть аллергия на какую-то еду, и вуаля, совершенно нет никакой аллергии на косметику. Делайте выводы сами, пробуйте понемногу, может быть берите на Эрб какие-то пробные товары, небольшие, пробуйте, пробуйте. Кстати говоря, хочу обратить ваше внимание. Ребята, последние дни, до 1 февраля только действует код. К сожалению, поменялись новые правила теперь на Эрб, теперь невозможно сделать скидку дополнительную самому себе, используя промокод. Теперь только те, кто первый раз делает заказ. Увы, ах, но мы будем ждать какой-то информации. Я сделала для вас отдельный ролик по поводу этого, рассказывала. Вам посмотрите, пожалуйста, я оставлю вам ссылочку, либо она вот сейчас проплывет здесь, либо здесь. Посмотрите, для кого это актуально, интересно. Успейте сейчас сделать заказ до 1 февраля. Я тоже делаю заказ, тоже с таким кодом, который дает мне 5% скидку. Поэтому я сейчас с удовольствием заказываю подарки для родителей, подарки для нас 8 марта, 23 февраля, 14 февраля. Ну, не праздник, конечно, но тем не менее. Ну и, соответственно, подарки для учителей, для друзей. То есть все-все максимально, что я могу сейчас заказать, с дополнительной скидкой. Друзья, я жду ваши отзывы. Не забывайте, поддерживайте меня пальчиком вверх. Спасибо огромное, что вы были со мной. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока!